Всем приветики! С вами Ольга и я вам желаю здоровья, счастья, радости, любви, мои дорогие. И сегодня я хотела бы с вами поговорить о кредитах. Кредитах именно на покупки жилья в Италии, потому что очень многие мне задают этот вопрос. Итак, поехали! Кредиты на покупки жилья в Италии. Как выдают банки кредиты? Что для этого нужно? И как отличаются кредиты на покупки жилья с аукциона, АЛАСТа? Или просто вы покупаете жилье благодаря какому-то агентству? Или просто с хозяевами договариваетесь? И тоже кредит на покупку этого жилья. Чем они отличаются? Итак, поехали! Прежде всего, кредиты в Италии как выдаются на покупку жилья. Конечно же, как и везде, так же, как и в России, так же, как и в Италии, вы должны иметь, как они говорят, бустапага. То есть вы должны иметь какую-то зарплату и предоставить документ о своей зарплате. И рейдит то, или сколько вы зарабатывали за предыдущий год. То есть не только, в смысле, вы можете это зарабатывать с работой, можете с пенсией и так далее. То есть у вас идет ваш доход совокупный. За прошлый год вы предоставляете в банк. И если вы работаете или получаете пенсию, значит, вот вы предоставляете расчет за месяц предыдущий, перед тем, как вы подаете документы. Помимо этих документов, вы подаете документы на квартиру или дом, на недвижимость, которую вы хотите приобрести. Здесь очень интересный вариант. Но сначала давайте еще с вами поговорим о том, какие документы требуются, чтобы вы взяли кредит. Помимо того, что вы предоставляете рейдиту, то есть доход за прошлый год и вот это бустапага или расчетный период за предыдущий месяц, вы еще должны подать вот эти документы на квартиру, сколько она стоит и так далее и тому подобное. Но здесь еще учитывается и возраст, дорогие мои. То есть если, конечно, молодые, вам, может быть, сделают расчет на 20 лет, а то и на 30. Если после 60 лет, то вам сделают расчет на 10 лет. То есть в зависимости от вашей зарплаты, от вашего дохода, это тоже будет зависеть, сколько вам кредита могут дать и сколько, на сколько лет. То есть если вы там после 60 лет и вам нужно 200 тысяч, например, взять кредит на покупку квартиры, на покупку недвижимости, зарплату у вас 1000 евро в год, с вас высчитывают то, что вы должны еще есть и пить, то есть где-то 500 евро в месяц, с вас высчитывают, то есть 500 евро в месяц приблизительно, а то и меньше, вы можете платить за кредит. Поэтому из расчета этой суммы вам дают сумму, сколько вам лет и на тот период, на сколько вам дают кредит. То есть если, например, 500 евро у вас можно из вашего дохода платить за кредит, соответственно, в год вы будете платить 6000, на 10 лет это будет 60 тысяч, если вам больше 60 лет. Соответственно, если меньше, то вам может быть дадут на 15 лет, значит сумма будет увеличиваться, соответственно, 90 евро, 900 тысяч евро, 90 тысяч евро или на 20 лет, это значит уже 120 тысяч евро. Ну, это, грубо говоря, в зависимости от дохода. Еще здесь очень интересная фишка. То есть если у вас нет своего дохода, вы можете кого-то попросить, но это тоже кто даст, а кто не даст, гарантию. То есть вы можете найти такого гаранта, у которого есть эти документы. Либо он уже пенсионер, но до 70 лет, и тогда на 10 лет вы можете рассчитывать, что вам дадут кредит именно с гарантом. Или этот гарант молодой, но у него довольно-таки большая зарплата, а если еще и недвижимость, машина и так далее, то он может вам тоже гарантировать, выступить вашим гарантом, и тогда вам тоже дадут кредит, если у вас нет своих документов о ваших доходах. И здесь еще я хотела бы с вами поговорить о том, какую недвижимость и где вы будете покупать. То есть если вы покупаете недвижимость благодаря какое-то там агентство, и просто это агентство связывается с хозяином этой недвижимости, квартиры или дома, и с вами, то есть банк здесь предоставляет вам не всю сумму этого жилья. То есть если, например, жилье, грубо говоря, стоит 100 тысяч, вам банк может предоставить только 80. 20 тысяч вы должны иметь сами. То есть или 10, или 20 процентов в зависимости от банка у вас должно быть накопление на первоначальный взнос. В этом случае банк только вам 80 процентов даст кредиты. Но, дорогие мои, здесь вот фишка интересная. Если вы покупаете квартиру или, в общем, имеете в виду дом, недвижимость на Аста, на Саукциона, то, дорогие мои, здесь очень удобно, потому что банк дает 100 процентов и даже больше кредита. Это я вам говорю как, это я тебе, голубо, говорю как кревет. То есть это я с этим сталкивалась. Поэтому, когда я просила кредит, они спрашивали, вот сколько у вас приблизительно стоит эта квартира. Потому что, когда покупаешь на аукционе, вот, например, мою выставляли сначала за 65 тысяч. И мне вот этот вот представитель банка, который выдает кредит, он говорит, только 65 тысяч, вдруг еще кто-нибудь будет. То есть цена поднимется. Он мне мог бы дать до 100 тысяч кредита. То есть это, конечно, даже если я взяла бы кредит 100 тысяч, квартира бы осталась в 65, больше никто бы не пришел. То есть я бы погасила просто кредит пораньше, и все было бы хорошо. Либо я бы его возвратила, если бы я на аукционе эту квартиру или это жилье не купила. То есть здесь получается, что когда на аукционе вы покупаете с аукциона квартиру и предоставляете документы о стоимости этого жилья, банк дает вам не только 100%, он дает даже больше, если вы захотите, конечно. Но также, также нужно предоставлять документы на ваш доход, либо документы на гаранта, либо гарант предоставляет свои документы, ну и, соответственно, подписывает все бумаги, что он гарантирует в случае того, что если вы не будете, не в состоянии будете оплачивать кредит, он берет на себя эту ответственность и сам потом будет оплачивать ваш кредит. Ну, в общем, дорогие мои, вот такая у меня сегодня тема. С тем, что, может быть, если с аукциона покупаешь квартиру, может быть, это и выгодно, потому что банк дает 100%. Но здесь тоже, вот видите, как сапалка о двух концах. То есть несмотря какой у вас будет соответственный доход, сколько вам лет и так далее и тому подобное. Ну, в общем, сегодня вот так вот у меня вот такая небольшая тема о кредитах, которые представляются банки Италии на покупку жилья. Всех вас люблю, дорогие мои. С вами Ольга. И я вам желаю здоровья и счастья, радости и любви, как обычно. И, конечно, свое собственное желе – это хорошо.